Операция «Ликвидация» – так можно условно назвать все то, что происходило в хоккейном клубе «Челны» и вокруг него в последние два месяца. Так стало известно, что здесь уволили всех сотрудников, 13 человек, большинство из которых – тренеры. Причем сами они о предстоящем сокращении знали еще два месяца назад. Как ни странно, но на самом деле о ликвидации ледовой дружины города речь все же пока не идет. Подробности в следующем репортаже. Будет? Хоккей «Челнак» будет. Эти слова главного тренера хоккейного клуба «Челны», сказанные всего 10 дней назад, к сожалению, пророческими не стали. Тогда еще была надежда на то, что финансовую проблему клуба разрешаться не вышло. Хоккей в «Челнах» всегда страдал на переломе эпох. Этот вид спорта в нашем городе появился в начале 70-х вместе с автогигантом. Так что и первая команда называлась «Хоккейный клуб «КамАЗ». Но после развала Советского Союза команда была ликвидирована. Новый клуб появился уже в этом тысячелетии. В августе этого года хоккейный клуб «Челны» должен был отметить свое 11-летие. За эти годы хоккеисты успели выступить и в первой лиге, и даже в российской хоккейной лиге. Последней профессиональной лигой стала молодежка. Хотя в самом клубе о ликвидации не говорят. Да, 13 сотрудников уволены, кто-то временно, кто-то насовсем. Но главное, что есть хоккеисты. Они пока что в отпуске. 1 апреля должны начаться тренировки. Правда, с некоторыми из игроков пришлось расстаться. Кто-то из хоккеистов, из тех хоккеистов, на которых мы больше не рассчитываем, до Айдару Нерши не попрощался, они тоже уволены. Основной костяк команды, он остался, и 1 апреля выйдет на лед. По словам руководства, хоронить клуб еще рано. Тем не менее, возникает вопрос, кто и для чего будет тренировать команду. А точнее, то, что от нее осталось в апреле. Говорить о каких-либо шансах на возвращение хоккейного клуба Челны даже в молодежную хоккейную лигу тоже не приходится. Вопрос с финансированием так и остался нерешенным. Кирилл Ерофеев, Элинар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.